Ремонт на улице Торговая, перейти дорогу на другую сторону здесь очень проблематично. Не говоря уже о том, что мамам с колясками и маломобильным гражданам это практически невозможно. К тому же здесь отсутствует светофор и непонятно, на что ориентироваться людям при переходе дороги. Получается, что пандусы для мам с колясками, а также людей с ограниченными возможностями, оказались временно заблокированы. Неудобно пересекать проезжую часть и велосипедистам, а также самокатчикам. Напомним, ремонт дороги на улице Торговая в рамках нацпроекта ведется второй год. Весной откопиталили отрезок от Комарова до Кати Перекрещенко, затем дорожники вышли на участок до Торосова. Здесь подрядчик меняет асфальтовое покрытие в соответствии с новым ГОСТом. В Архограде говорят, что такое дорожное полотно долговечнее предыдущего. Тут был переход. И как теперь прыгать через вот эти каменные блоки? Вот. Я как увидала, мне это не нравится. У меня ноги болят. Прыгать я не могу. В коляске, особенно когда тут все завалено было. Сейчас хоть какой-то проезд открыли. Ага, раньше пока тут все такое-то было. Не проехать, не пройти. С ребенком на коляске тоже ведь неудобно? Ну, естественно. Скакать уже сейчас по этим ни съездов, ни заездов, ничего. Тоже не нравится, но что поделаешь. Хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы сделали. Помимо отсутствия пандусов и светофоров, местных жителей также смущает, что на улице частично пропало освещение. Дело в требовании ГИБДД. Пешеходные переходы в целях безопасности необходимо перенести на несколько метров дальше от автобусных остановок. Ранее они были размещены с нарушением. Соответственно, и светофоры будут находиться в других местах. Именно по этой причине пришлось отключить освещение на некоторых участках дорог. Все это тоже временно. Основная проблема с затяжкой устройства асфальтового покрытия произошла из-за нарушения логистики сроков поставки модификатора для устройства асфальтового покрытия. Планировали еще получить в июне, но из-за срывов подрядчик получил модификатор только вот в эти выходные. На этой неделе он завершает выравнивать основания, подготовка оснований сдает нам. И по разработанной нами схеме он должен в течение двух-трех недель, все будет зависеть от погодных условий, в августе провести асфальтирование полностью улицы Торговой. Сейчас подрядчик устанавливает фундаменты под новые светофоры. Светофорные стойки должны быть смонтированы в течение двух недель. В градостроительном ведомстве просят абаканцев отнестись к временным неудобствам с пониманием. Хотя все же тех, кто терпеливо ждет конца дорожной эпопеи, гораздо больше, чем недовольных. Ведь реконструкция улиц делается прежде всего для комфорта самих жителей. Ну если нужно, значит нужно. Самое главное, чтобы качественно сделали и чтобы было хорошо. Подождем, потерпим. От нас ведь, от жителей ничего не зависит. Все это по существу от обслуживающей компании зависит. Мы-то тут при чем? Мы бы рады и помочь. Согласно контракту, все работы по капремонту улицы Торговая должны быть завершены до 24 сентября. По словам градостроителей, подрядчик успевает все закончить точно в срок. Надежда Савельева, Василий Конзычаков. Новости.